Проведенные наши исследования подтвердили глубокое убеждение в том, что деструкция развивающегося сознания начинается с младенчества. То есть корни всех будущих уже психологических, социологических проблем мы начинаем искать в детстве. Поэтому все-таки лучше начать с самого начала сберегать чистоту источника, нежели потом разгребать завалы мусора, которые сообразуются в пути. И практически все это было написано в те 90-е годы. Игрушки, книги, музыка, фильмы чаще всего напоминают мне смешной анекдот. А теперь, дети, повторим те слова, которые нельзя говорить. На сегодняшний день вот эта просто вселенная деструкция, которая находится вокруг наших детей, она достигла гигантских размеров и подсоединилась уже к книгам, к образно-информационным структурам, такие мощные виртуальные средства. А вы, например, все наверняка знаете, что особенность восприятия человеческого сознания заключается в том, что что видит на экране телевизора, мозг он запоминает на всю жизнь. Это особенности, которые знают все те, кто занимается кинематографом. И, естественно, это очень важно, что мы видим. Потом мы будем говорить с вами еще о именно живом восприятии мира и тем, когда человек смотрит в какую-то одну точку. А по сути дела это гипноз, потому что когда мы смотрим на экран, мы смотрим в одну точку, а когда мы смотрим в окружающий мир, у нас постоянно происходит расфокусировка зрения. Когда мы сосредоточены на одной точке, легче внушить что-либо. Гипнотизер в первую очередь именно вводит в сознание вот именно вот это состояние плоского экрана. Поэтому мы должны это понимать, что в первую очередь ребенок должен видеть живые образно-информационные структуры. Это природа, это родители, это красота, это народные праздники, это красивая музыка. Вот живая музыка, живое пение. Это ребенок не может погруженным быть в оцифрованный мир, потому что цифра, как вы знаете, она нивелирует вот эту правду. Цифровая фотография отличается от классической тем, что там все-таки все фрагментировано, точно так же, как и звук. Он не является волной в цифре, он является просто сбором вот таких точек, дискретных точек. Поэтому очень важно вот эта плавность, мы же с вами говорили о ритме. Поэтому мы будем очень конкретно говорить о опасности, когда превуалируют именно такие деструктивные образно-информационные структуры. Потому что не думайте, что если ребенок что-то смотрит на экране, когда, например, ну просто пример, взрослый смотрит какой-нибудь ужасник или какой-то триллер, что он ничего не видит, он все видит, его сознание впитывает как губка все те деструктивные элементы, которые внесены в этот фильм. Поэтому не случайно, когда вот писалась эта работа, было сделано такое мировое исследование, какие же мультфильмы можно показывать детям всей планеты Земля. И были, кстати, выбраны, вот как сейчас помню, простоквашина и мультфильмы по классическим русским сказкам. Там нету насилия, там нету жестокости, там есть четкий образ правды и победы правды. Там есть четкий образ света, соответственно, оптимизм. И, конечно же, развитие ребенка, его мировоззрение и деятельность складываются сначала по отношению, потом по желанию и только уже затем по наклонностям. И только тогда, когда ребенок начинает осмысливать свои желания по наклонностям, у него рождаются убеждения. И только силой логики можно убедить и зародить наклонности. И поэтому роль педагогики – это направление творчества. И начинать занятие нужно всегда с конкретного, а заканчивать абстрактно. То есть мы должны именно на примере конкретности вводить его в этот удивительный, удивительно окружающий мир. То есть если мы с вами слушаем пение птиц, то хорошо рассказать ему, какие птицы поют, как они живут, откуда они прилетают. Это целая огромная вселенная, мир птиц. Это так интересно. И смотрите, здесь уже мы соединяем мир птиц и мир нашей этнической традиции. То есть можно как раз посмотреть, будет птица в народной традиции. А на Руси у нас очень много представлено примеров и в народной сказке, и в народном танце, и в народной песне. И они все связаны с птицами. И именно если мы говорили, что всем нам нужно четко помнить вот эту мудрость народную, посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. И если человек мыслит ассоциациями и образами, его с детства, конечно же, необходимо окружать теми ассоциациями и образами, которые воспитают гармонию в его сознании. И краски вокруг него должны быть чистыми. В природе все краски чистые. Поэтому, в первую прямо сразу скажу, обратите внимание на детские иллюстрации. Если они карикатурные, если они с грязными цветами, то это будет вводить деструкцию в сознание ребенка. Потому что мы созидаем с вами настрой. Что такое камертон? Это камертон, он прибор или вещь, не знаю, назовете как угодно, которая звучит четко на одной ноте. Она никогда не собьется с этой нотой. Вот точно так же вот эта основная нота нашего детского сознания должна быть ладной, чистой и гармоничной. Если он увидит с самого начала грязные краски, карикатурные рисунки, если он увидит ужасающие рисунки, если это будет входить в деструкцию его сознания, и потом это выявится, конечно же, в очень неприятных последствиях в будущем. Мы же желаем все здоровья, а здоровье это гармония ритмов, мы с вами об этом говорим. Вы скажете, что я говорю о каких-то абстрактных вещах. Нет, каждая фраза здесь, это очень конкретная фраза. Смотрите, ассоциации и образы. Образ. У нас образный язык. Как вы разговариваете рядом с ребенком? Какие вы употребляете слова? Красивые или уже язык засорен сленгом? Очень важно, чтобы он слышал эталонную русскую речь, а она в нашей народной сказке, а потом в нашей русской литературе, классической литературе. Важно, чтобы он слышал эталонное пение, это народная песня. Это наше классическое, а потом уже искусство. И через этнику, через вот эту мощную ветвь, нашу родовую, мы еще потом начинаем знакомиться с культурами всех народов мира, с лучшими образцами, с культурой народов нашей страны. И здесь везде, обратите внимание, в истоках, чистота, яркие краски, мощные, мощные корни и самое главное, конечно, это духовно-нравственное стержень. Это посылы, опыта, подсказки от наших предков, как правильно поступать в той или иной ситуации. Здесь мы приводим, это, к сожалению, на сегодняшний день, это уже не 90-е годы. Как-то один горе-художник, имя которого мы не приводим, явно идущий, конечно, от ворогов рода человеческого, на вопрос, от чего он рисует для детей страшные картинки, ответил, что дети, наглядевших их, возымеет отвращение козлу. Вот, где корень себя. Не возымеют они отвращение козлы. Мы должны воспитывать радость от добра и понятия красоты. Человек, который взращен в дисгармонии, он гармонию не будет понимать, у него не будет аналогов, у него не будет ассоциаций для восприятия этой гармонии. Если он взращен в страшилках, в комиксах, в компьютерных играх, наполненных монстрами, а сейчас уже эти монстры в виде игрушек продаются, его сознание не будет воспринимать чистые образы царевны, лебеди, он не будет воспринимать конька-гурбунка, он не будет понимать даже, о чем поется в русской народной песне «В опале березка стояла». Потому что не сформирована основа. Вы поймите, что вот как, скажем, в танце, как в пении, что важно? Основа. Как осуществлена постановка ноги, спины, голоса, дыхания. Это не имея основы, мы не будем правильно двигаться, мы не будем в танце, не будем правильно петь. Точно так же, ребенок не будет правильно познавать окружающий мир, если он не будет учиться на эталонах лада, красоты, гармонии, красоты нашего языка. Обыгрывайте с ребенком каждое слово. Сколько образов рождают наши слова. Возьмем, например, вот сейчас простое слово, где корень, наши слова с корнем род. Сколько у нас таких слов прекрасных? Народ, природа, родной, родина, родня, родник, родинка. Сворог, рож, роженица, руда, рдяный, рыжий. Это все однокоренные слова, понимаете? То есть, это я назвал очень мало. Вы играйте в слова, играйте в ассоциации. То есть, это вот наполненность этих слов, это же понятие, это родовое, это наша основа. Это то, что даст нам, возможно, правильно петь и двигаться по жизни, правильно говорить и, самое главное, правильно мыслить, потому что в образах заложена вот эта мощная глубина. Мы будем в наших занятиях, конечно, говорить именно уже конкретно, переходя к нашей традиции, какие образы и чему они соответствуют. Сейчас мы именно останавливаем свое внимание на том, что очень важно, что окружает пространство, какие образные информационные структуры. Действительно, идет привыкание к озлу. То есть, становится сегодня, на сегодняшний день очевидным, и мы это видим, об этом говорят психологи, еще более страшно. Находясь в системе компьютерных игр, подростки даже думают о том, что у них есть запасная жизнь. То есть, одна кончится, они нажмут какую-то кнопку, делают перезагрузку, и жизнь начнется снова. Но такого не бывает. Они входят в жизнь как в понятие компьютерной игры. И, собственно говоря, последние все веяния, они уже вот эту вселенную деструкции уже развили до огромных масштабов, когда уже говорится о том, что нужна дополнительная реальность. То есть, человек уже может ходить просто с линзами, в которых будет виден виртуальный мир, а не тот реальный, в котором он живет. То есть, соответственно, полное вырывание из мира, соответственно, полная несовместимость ритмов с этим миром, соответственно, вот эта деструкция порождает болезнь, а болезнь, она приводит к смерти. Поэтому, если мы будем смотреть вот эту сторону социидальности, которую мы наблюдаем у подростков, которая имеет место во всем мире от уже массы социальных факторов, мы не говорим сейчас об этом. Но истоки лежат в том, что не заложена мощная основа противоядия, а именно основа света – это свет. Тьма вторична. Понимаете? Тень, она вторична. В первую очередь должен быть свет, источник этого света, внутреннего света ребенка, его спектр, его красота, его заданность. И она должна именно быть окружена красотой, добром. И поэтому воспитанное в красоте и добре сознание в силу своей гармонии может противостоять злу. Которое в объективном понимании есть разрушение гармонии. Добро – это то, что созидает гармонию. То, что налаживает – это добро. То, что разрушает гармонию – это разлад, это болезнь. Мы становимся на сторону света, лада, гармонии и здоровья. И поэтому мы как раз-таки прививаем вот эту истину, что добро – это созидание лады, это созидание, это творение красоты. А зло – это разрушение. Поэтому, конечно же, никогда нельзя позволять ребенку просто так вот палочкой постоянно бить по растениям. Вот так вот, вот так вот. Нужно объяснить, что растению тоже больно. То есть, что мы вносим хаос в эту жизнь, мы вносим разрушение. Это все делается на, конечно же, очень простых примерах и спокойно, равновешно. И очень здесь важно, что мы своим примером показываем это созидание. Если мы будем назидать ребенку о гармонии, при этом постоянно внутри семьи ругаться, разводить склоки и так далее, то, видя такой пример, это тоже будет не та образная информационная структура, которая в нем будет созидать гармонию. И поэтому, конечно же, здесь ответ действительно очень суров. Вот как выжить в современной ситуации? Выжить нам очень просто. Мы должны встать вот в этот поток ритма великого закона Вселенной. Потому что мы с вами говорили, что наш ребенок – это частичка вот этой Вселенной, построенной по закону, по великому закону, что есть добро, свет. И как раз-таки вот налаживание гармонии, лад вот с этим миром, он принесет и ребенку здоровье, он принесет богатство, успех в будущем. Он сможет создать гармоничную семью и он сможет передать своим детям уже вот эту мощную основу добра, которая есть победа в этих негативных образно-информационных деструкциях, которые окружают всех нас. Конечно же, можно спрятаться, да, можно спрятаться, куда-то уйти в пещеру, чтобы не видеть, не слышать. Но все равно когда-то настанет такой момент, помните, Будду очень долго скрывали от него человеческие страдания. И вот, наконец, он увидел, он увидел похороны человека, то есть он увидел, что в мире есть страдания. И поэтому все учение, оно было построено, как же человеку преодолеть это страдание. Вот наша корневая культура, она как раз показывает, как же наладить взаимоотношения и суметь противостоять. Противостоять вот этим деструкциям. И это очень важно. Это как раз имеет народная традиция силу оберега, когда, ну, можно представить, что это он будет просто облачен в такую справу, в шлем справу, который не позволит вот этим ядовитым стрелам, которые идут из загрязненной речи, которые идут из виртуального пространства, ранить его юное сознание. Они сделают его крепким, мощным и способным именно сохранять чистоту родовых истоков. А это начинается все с простого. С языка, с песни, с танца. И, конечно же, с образно-информационных структур. Одежда, быт дома, какие висят картины, какие вы смотрите фильмы, фильмы, какую вы слушаете музыку, какие песни вы поете. Вот именно вот это все формирует пространство лада. И вот именно вот мы об этом будем говорить. Потому что действительно очень важно наладить нашу жизнь. Не могу не процитировать здесь. Индийский мудрец Аурабинда Хош проводил в жизни учение, смысл которого в том, что никакие социально-экономические формации не способны привести людей в благоденствие, а только самосовершенствование каждого человека. Ибо, совершенствуя себя, совершенствуешь мир вокруг себя. И если ты построил в себе гармонию, то эту гармонию и проявляешь в окружающую себя действительность. То есть, если ребенок выстраивает лад по образу того лада, который его окружает, он и будет этот лад как светоч нести в этот мир. И, соответственно, чем больше таких светочей будет, тем больше будет пространства лада. И от семьи, здоровья рода, мы переходим к здоровью народа. И здоровью всей нашей планеты.